Почувствовали дыхание Арктики в этом зале? Это неспроста. Меня зовут Решетова Кристина Алексеевна. Я работаю в ГУПОТОМ флот госкорпорации Росатом, начальник отдела по развитию предприятия, заместитель руководителя представительства в городе Москва. Сегодня я расскажу вам про атомный ледокольный флот в разрезе истории и современности. 3 декабря 2024 года Атомный ледокольный флот отметит свой юбилей. 65 лет. В этот день, в 1959 году, по завершении государственных испытаний, был подписан акт о введении в эксплуатацию первого в мире надводного судна с атомной энергетической установкой ледокола «Ленин». И это событие стало отправной точкой развития атомного ледокольного флота России. А 3 декабря считается профессиональным праздником работников атомфлота. Атомный ледокол «Ленин» вошел в состав Мурманского государственного морского арктического пароходства, а после ряда реорганизаций с 1967 года Мурманского морского пароходства, который находился в подчинении Министерства морского и речного флота Советского Союза. 6 мая 1960 года атомный ледокол «Ленин» прибыл в порт-приписки, город-герой Мурманск. И с этого времени началась его трудовая вахта. За 30 лет работы в Арктике атомный ледокол «Ленин» осуществил проводку 3741 судна, прошел 654 400 морских миль, из них 560 600 вольтах, что по расстоянию сопоставимо с 30 кругосветными плаваниями по экватору. В течение всего срока эксплуатации с 1959 по 1989 годы атомный ледокол «Ленин» участвовал в 26 навигациях. Атомный ледокол «Ленин» единственный в городе-герой Мурманске объект культурного наследия федерального значения. Сегодня атомный ледокольный флот играет ключевую роль в развитии Северного морского пути, главной судоходной магистрали России в Арктике. Севморпуть – это основополагающий элемент единого логистического пространства страны, растирающегося от Мурманска до Владивостока, от западной морской границы России до рубежей Азиатско-Тихоокеанского региона. И эффективность работы в этой акватории во многом зависит от оператора атомных ледоколов ВГУ «Атомфлот». Основой надежного функционирования арктической морской транспортной системы является атомный ледокольный флот, выполняющий задачи обеспечения безопасного мореплавания судов в арктическом регионе. ВГУ «Атомфлот», как оператор атомных ледоколов, принимает активное участие в развитии современного атомного ледокольного флота для обеспечения увеличения грузопотока в акватории СМП. Для дальнейшего освоения арктических территорий и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации необходимо создание надежной арктической транспортной системы, основным элементом которой являются атомные ледоколы, обеспечивающие развитие СМП и функционирование транспортной инфраструктуры в государствах труднодоступных районах Севера, архипелагов, островов, морей, побережья Крайнего Севера и центральных районов Восточной и Западной Сибири. Сегодня современный атомный ледокольный флот находится в хозяйственном ведении в ГУПОТА-Флот и состоит из семи атомных ледоколов Таймыр, Вайгач, Ямал, 50 лет победы и в том числе ледоколы нового поколения проекта 4.2.0. Головного универсального атомного ледокола «Арктика», первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» и второго серийного атомного ледокола «Урал». В соответствии с планами развития Северного морского пути на Балтийском заводе в городе Санкт-Петербург в 2020-2022 годах были построены и введены в эксплуатацию три универсальных атомных ледоколов мощностью по 60 мегаватт каждый. А в настоящее время продолжается строительство еще четырех серийных универсальных атомных ледоколов проекта 4.2.0 на Балтийском заводе со сроками окончания строительства по контракту третьего серийного ледокола в декабре 2024 года, четвертого серийного ледокола в декабре 2026 года. Также заключен государственный контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и судно атомно-технологического обслуживания. Пятому серийному универсальному атомному ледоколу присвоено название «Ленинград», а шестому – «Сталинград». Закладка Ленинграда состоялась в январе этого года. В закладке принимал участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пятый серийный ледокол – срок окончания строительства декабря 28-го, 6-й декабря 30-го года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит создать группировку из семи современных универсальных атомных ледоколов нового поколения. А на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке 2020 года по заказу «Губотамфлот» продолжается строительство головного атомного ледокола «Россия» проекта 10-510 «Лидер» с мощностью 120 мегаватт со сроком окончания строительства по контракту в декабре 27-го года. И в настоящее время на судостроительном комплексе «Звезда» выполняются работы по изготовлению секций и формированию корпуса судна на стапеле сухого дока. Ведется изготовление баков металловодной защиты реакторных установок обоих портов. Разрабатывается рабочая конструкторская документация и законтрактована поставка основного оборудования и систем ледокола. Реализация плана развития Северного морского пути на период до 2030 года в части строительства современных атомных ледоколов существенно активизирует развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали Российской Федерации в Арктике. Проект 22770 является новым типом многофункционального судна атомно-технологического обслуживания МСАТОМ, способного обеспечить эксплуатацию действующих, строящихся и перспективных атомных ледоколов, морских судов с ядерной энергической установкой и плавучих энергоблоках. Судно имеет неограниченный район плавания, оснащено дизельной энергетической установкой. Предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке реакторных установок атомных ледоколов и плавучих сооружений с ядерной энергетической установкой. 22 мая прошлого года заключен государственный контракт на строительство судна. Работа по созданию планируется на АО «Балтийский завод». Закладка судна состоится в ноябре 2024 года, спуск на воду – май 2027 года. Завершение строительства – сентябрь 2029. 3 декабря 2024 года, как я уже сказала, атомно-ледокольный флот отметит свой юбилей – 65 лет. И в юбилейном году запланированы ряд основных событий. Прежде всего, это окончание строительства, подписание акта приема-передачи и ввод в эксплуатацию третьего серийного универсального атомного ледокола «Якутия». Осуществление спуска на воду четвертого серийного универсального атомного ледокола проекта 4.2.0 «Чукотка». Ввод в эксплуатацию плавучего дока грузоподъемностью 30 тысяч тонн, приобретаемого в рамках инвестиционного проекта приобретения плавучего дока для ремонта и обслуживания атомных ледоколов. Подписание кредитно-обеспечительной документации в целях финансирования строительства 5-го и 6-го универсальных атомных ледоколов и судным сатом. Закладка многофункционального судна «Сатом», заключение долгосрочных договоров с партнерами в «Гопотом флот» и 5-я арктическая экспедиция госкорпорации «Росатом» «Ледокол знаний ледокола открытия». Успешное развитие Северного морского пути предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры, результатом которой должно стать значительное увеличение грузооборота по маршруту Северного морского пути. Российская Федерация – мировой лидер в использовании атомного ледокольного флота для решения транспортных задач в арктических и неорктических замерзающих морях. Для успешной конкуренции в Арктике России необходимо постоянно развивать и совершенствовать атомный ледокольный флот как ключевое звено инфраструктуры функционирования Северного морского пути. Россия обладает единственным в мире уникальным атомным ледокольным флотом, призванным на основе применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения национального присутствия в Арктике. С его появлением и началось настоящее освоение Крайнего Севера. 65 лет успешного развития атомного ледокольного флота призвано обеспечить полный спектр интересов Российской Федерации в Арктике. Спасибо за внимание. Спасибо большое.